Доклад мой посвящен рукописи Всеволодца Сергеевича Семенцова, перевод санскрита «Гитабхаши Романуджи». Речь идет о рукописи Семенцова. Я очень рада, я надеюсь, Владимир Кириллович нас слышит, и Александр Михайлович тоже присутствует и слышит об этой рукописи, мой доклад, потому что он так или иначе связан с их личной биографией. Даже я не знаю, с чего начать. Наверное, мы начнем с Всеволода Сергеевича Семенцова. Вы видите тут фотографию даты жизни. И вы, наверное, прекрасно знаете, что это российский индолог, исследователь, один из лучших переводчиков Бхагавадгиты. Исследователь Бхагавадгиты не только на русском языке, он издавал прекрасный перевод. И известно, во всяком случае, известно, что он, было известно, что он сделал перевод санскрита одного из базовых сочинений Романуджи. Комментарий на Бхагавадгиту, очень объемный текст. И этот перевод был отдан в издательство «Наука» незадолго до смерти, после чего он неожиданно скончался. И рукопись пролежала в издательстве около 30 лет, пока в 2016 году мы с Натальей Сафиной не решились зайти в издательство, посмотреть эту рукопись. Нас интересовал один фрагмент, поскольку мы собирались ехать в Польшу, делать доклад по йоге. И там как раз интерпретация йоги, нам нужен был именно русский перевод, чтобы посмотреть, как он переводится, именно Семенцовым интерпретируется. И, соответственно, состоялся разговор со Светланой Михайловной Анькеевой, которая сказала, что мы можем эту рукопись забрать, и даже желательно, чтобы мы ее забрали, потому что издательство переезжает, и это чревато определенными какими-то событиями. Мы взяли эту рукопись, и она лежала, как бы даже не лежала, а периодически я уже стала набирать этот текст, потому что первые главы, они практически их невозможно сканировать. И, кстати, поскольку я уже вошла в этот процесс, она была как такая, я не знаю, как такая медитативная практика, и я как бы набирала этот текст уже даже когда его можно было бы сканировать, наверное, и как-то было приятно держать в руках эти листочки, поскольку с Всеволосом Сергеевичем Семенцовым, несмотря на то, что мы лично никогда не встречались, у меня как бы свои особые отношения. Поэтому этот трепет, во всяком случае, он может быть понят правильно. Значит, да, и, соответственно, сейчас рукопись практически уже набрана. Мы оформили определенные документы в Российский фонд, ища поддержку для издания. Да, если этот грант будет поддержан, то, соответственно, у нас есть целый год на доработку разных технических вещей, о которых я сейчас расскажу. И если все удастся, как бы будет все благополучно, то мы, соответственно, надеемся, что где-то через год-полтора эта книга уже выйдет в свет в хорошем издательстве, с, наверное, техническим каким-то аппаратом, оснащенным предисловием и прочими вещами. Значит, здесь, как вы знаете, ну, я не знаю, наверное, некоторые вещи кажутся очевидными, поэтому я как-то даже некоторые вещи стесняюсь говорить, боясь, что это уже как бы все знают. Ну, на всякий случай, учитывая то, что здесь есть Людмила Эдуардовна, которая как-то мало причастна к эндологии в плане таких специальных исследований, да, за исключением Уберхаммера, я буду рассказывать для нее. Остальные, я думаю, будут относиться с терпением к некоторым, может быть, очевидным вещам. Вот есть такая книга, которая была издана в Институте философии Всеволода Сергеевича Семенцова «Российская эндология». Собственно, инициатором ее был Владимир Кириллович Шохин, была конференция, да, и, соответственно, там есть ряд работ, посвященных биографическим каким-то вещам, статьи определенные, как бы друзей, соратников, и есть ряд исследований, связанных с его творчеством, осмыслением его работ. Там же дан перевод нескольких глав Гита Бхаши, который, опять же, Владимир Кириллович взял в издательстве «Наука» и потом уже вернул, да, чтобы мы могли опубликовать это, чтобы они были опубликованы. Так что вот эту книгу я настоятельно рекомендую всем, кто интересуется творчеством Всеволода Сергеевича Семенцова. Оно достойно того, чтобы им интересоваться, хотя бы по одной, ну, не говоря уже об объективных заслугах, а говоря просто упоминая или указывая, да, на то, как он пишет. Пишет он предельно ясно, очень вдохновляет в различные темы, которые, может быть, покажутся странными для человека начинающего, каким я была, например, первые два года, да, и меня действительно тяготила индийская философия, занималась через силу, пока не прочитала его труд в Хагавадгитов «Современные и научные критики», по-моему. Вот, и, соответственно, это было очень такое откровение для меня. Мне казалось, что это один из великих каких-то современников, и если этот человек уже скончался, то обязательно должен быть какой-то музей, куда я могу сходить, полюбоваться, там, потрогать какие-то, может быть, вещи, посмотреть, да, вот как бы напитаться духом. Да, настолько сильно я была впечатлена этим. Ну, речь идет немножко о другом. Вот здесь основные биографические данные, да, как мы видим, он очень прожил короткую жизнь. Вот, впечатляют языки. Ну, все эти детали, все, что связано с его биографией, я отсылаю к этой монографии. Вот, основные публикации Всеволода Сергеевича, как вы увидите, их достаточно мало, но каждая из них, я думаю, что стоит, как бы, даже если бы она была одна, это уже было бы, как бы, веха в истории российской эндологии. Здесь также эндологическое наследие. Опять же, я базируюсь на исследовании Владимира Кирилловича Шохина, его вступительной статье, да, те, кто знают, кто читал его работы, да, они прекрасно знают об этих вещах, поэтому останавливаться на них мы не будем. А те, кто не знают, то, соответственно, могут почитать. Это прекрасные, скажем так, идеи, какие-то механизмы, методологические вещи, которые применимы не только к индийской философии. В частности, вот, говоря об инклюзивизме, да, мы достаточно активно обсуждали этот вопрос. Мне пришло на ум вот одно место из как раз работы Семенцова, где он как раз пытается понять, почему Роман Уджи в Гитабхашье приводит какие-то цитаты, которые с точки зрения логики неуместны, да, то есть он приводит совершенно какие-то не связанные с теми идеями, о которых шла речь выше, да, или там в том или ином месте. Он приводит какие-то цитаты из священного писания, и, соответственно, это вызывает некое недоумение у исследователя. И если так кратко и совсем простым языком, в качестве примера, да, в качестве объяснения он предлагает вспомнить то, как Махатмаганди обращался с Гитой, да, когда его интересовал какой-то вопрос. Он открывал книгу Гиту, и на той странице, которую он открывал, он читал стих, и это рассматривалось как ответный, мучащий его вопрос. Соответственно, Роман Уджи цитирует тот или иной текст, не руководствуясь какими-то логическими соображениями, а потому что он всплывает в его памяти, да, здесь он опирается на мнемоническую технику, индийцев как бы объясняет все это. Так вот, говоря об инклюзивизме, вот ту идею, которую я пыталась донести, да, с помощью, может быть, суфизма или там еще каких-то вещей, говоря об этой идее, мы можем сказать, что вот эта черта, да, когда мы включаем чужеродный элемент в свою собственную, как бы, культуру, да, и говорим, что это то же самое, да, что и мы, это практически о том же самом, то мы можем сказать, что это сознание человека, да, достигло того уровня, когда он настолько сроднился со своей традицией, что все, что он видит вокруг, да, настолько он сроднился с представлением о Боге, да, которое дает ему, настолько божество это ему становится родным и близким, что куда не падает его взгляд, оно является неким напоминанием или выражением, да, вот об этом Боге. Вот здесь, мне кажется, тоже есть определенный потенциал, который нужно развивать, и вообще, как бы, работа Семенцова, конечно, не требует очень такого детального исследования, и я думаю, что это дело будущего. Значит, здесь кратко, да, вот его тоже пояснение, я думаю, что мы будем отсылать уже к работе. Поговорим о самом тексте Гита Пхаршья, Роману Джи, да, в отличие от Видартха Санграхи, в отличие от Шри Пхарши, то есть таких базовых текстов Роману Джи, как известно, он написал их достаточно мало, но достаточно, да, для того, чтобы озадачить уже, как бы, последующие поколения. Так вот, в сравнении с этими текстами Гита Пхаршья Роману Джи, то есть комментарий на Бхагавад Гиту, он выглядит с точки зрения, как бы, языка, да и философских каких-то вещей, немного простоватым. В каком смысле, да, он не настолько сложен, там, язык, нет полемики, нет определенных каких-то вот таких, знаете, философских каких-то прям очень чистых, чисто философских вещей, известно, что на него повлиял текст Гита Артха Санграхи Ямуначарьи, и, соответственно, он следует именно Ямуначарьи в том, как он понимает этот текст. Там есть определенные отличия, очень такие мелкие детали, я о них писала достаточно давно, есть специальная статья, я не буду повторяться, если кому-то интересно, я могу к ней отослать. Там же есть перевод и вот этой Гита Артха Санграхи Ямуначарьи с таким терминологическим анализом. Вот. Ну, вкратко можно сказать, что, во-первых, три тематические шатки, да, три шестерки, на которые разбивает Ямуначарья Бхагавадгиту, да, и они тематические, как бы их можно группировать, во всяком случае, первые две точно, а последняя шатка, она как бы просто детально разрабатывает те или иные вопросы, которые уже затрагивались в предыдущих главах. Ну, и следующий текст, который следует отметить, это комментарий Веданта Дэшики на гита Пхашью Роману Джи. Вот здесь уже можно отметить, и, наверное, Наталья, которая будет выступать после меня, ну, возможно, упомянет об этом тексте, если нет, наверняка, в своих будущих исследованиях. Во всяком случае, мы можем отметить очень такой сильный критический аналитический элемент в этом тексте, то есть в этом субкомментарии, которых нет ни в Гита Артха Санграхи, гита Артха Санграха, это очень маленький текст, очень сжатый такой, как бы там идет просто какое-то описание, надо сидеть, думать, что именно он имеет в виду, и там не то, что полемики, и сама Бхагавадгита как бы мало представлена, ни в Гита Бхашхи. Да, ну вот здесь краткие такие три базовых, скажем так, черты, которые отличают этот текст. То, что он не содержит критической полемики, то, что это классический пословный комментарий в духе традиции Вишиштадвайта, в том плане, что он трактует то или иное слово в этом религиозном, прежде всего, как бы учении, и то, что отмечает ряд исследователей о том, что санскрит Гита Бхашхи, несмотря на то, что он синтаксически проще, чем санскрит Видарта Санграхи Шри Бхашхи, имеется в виду Роману Джи, тем не менее он очень мелодичен, и это благодаря там Санхи, благодаря тому, что Роману Джи использует определенные, опять же, слова с определенными какими-то фонетическими, скажем так, характерными явлениями. Возможно, если Оксана Анатольевна слушает нас, то здесь можно тоже оперировать к ее докладу о том, что вот эта игра звуков, она, наверное, как бы… То есть здесь вопрос не о том, специально он это сделал или нет, но она просто присутствует в этом тексте, и это отмечается исследователями. Теперь, что касается самого перевода Семенцова и цели моего выступления. Ну, цели у меня на самом деле две, может быть, наверное, две. Первая цель, мне действительно хотелось бы выступить с докладом, но по определенным обстоятельствам, да, мой перевод с санскрита, который я, надеюсь, все-таки завершить, еще не завершен, вот, и поскольку мне хотелось бы выступить, конечно же, с какими-то серьезными вещами, пусть мало, но, как говорится, свое что-то сказать, да, вот этот текст, работу над которым я практически закончила, да, он в этом смысле дает мне возможность во всяком случае заявить о труде, пусть не своем, да, но о труде достойного индолога, то есть одного из самых лучших, если не сказать в моем представлении, наверное, лучшего общественности, с тем, чтобы когда эта книга выйдет, а там наверняка будут вещи, которые будут, наверное, вызывать какие-то критические замечания или, может быть, будет предельно такой гамбургский счет к этому тексту, мне не хотелось бы подставлять Всеволода Сергеевича Семенцова, да, и поэтому я заранее хочу оговорить, да, вот некоторые вещи, чтобы читатель, когда он возьмет, раз Бог, в руки этот перевод, он понимал, что за этим стоит, да, какие человеческие факторы, да, обуславливают, возможно, ну, некоторые не совсем там значительные недоработки, которые могут встречаться. Значит, вот так рукопись выглядит, ну, как бы вот сейчас, да, там 633 страницы такого печатного текста на обычной печатной машинке, причем первые главы, они очень, ну, как бы мутно, то есть даже вот их трудно даже с листа, как бы не говоря уже, чтобы сканировать, ты там четко что-то видеть, вот, в дальнейшем они более, как бы, простые, более, как бы, четкие. Вот это оглавление, значит, вот, Бхагавадгита, да, здесь, может быть, если увеличить экран, можно будет увидеть, да, там вот, Бхагавадгита с комментариями Гита Бхашьи Романуджи, да, перевод санскрита, комментарий, примечание Семенцова. Москва, 1980 год. Умер он гораздо позже, и вот сама рукопись, видно, что он над ней работал, и там есть замечания, вот, которых я позднее скажу. Вот, я извиняюсь, что содержание, оно так мутно прописано, просто я ехала в такси, это было то ли уже в роддом, то ли накануне вот прямо, да, и мне надо было срочно отвезти эту рукопись в издательство «Наука», именно предисловие с тем, чтобы они уже сами сверяли, идентична ли вот вступительная статья, да, у меня возникло подозрение о том, что она практически полностью повторяет работу Семенцова-Бхагавадгити. И, собственно, поскольку у меня у самой времени не было сверять, я попросила, как бы, в самоиздательство этим заняться, и мне надо было им отвезти эту рукопись. Но поскольку я боялась, что она там затеряется, мне пришлось по пути фотографировать вот это предисловие на телефон. Ну и, понятно, тут движение. Так, вот здесь уже сама рукопись, и вы видите замечание, да, вот как бы пометки, сделанные от руки. Вот слева это вторая глава Всеволода Сергеевича, да, вот его переводы, вторая глава Бхагавадгиты. И вот надо сказать, что если мы посмотрим по количеству замечаний, да, вот примечаний, да, исправлений, которые встречаются в тексте, какого они рода, то мы можем сказать, что самое большое количество их пришлось на первые две главы, уже начиная с третьей, и дальше практически мы, вот пример тут справа, страница из пятой главы, я брала наугад, там буквально, вот видите, одно замечание, вот, и здесь как бы понятно, что следующий текст, он, то ли он был перепечатан и уже исправлен, и на это уже как бы наводит та мысль, что он более четкий, как вы видите, в отличие от вот этих двух глав, где все размыто, смыто, вот, то ли просто у него, может быть, не хватило времени. Значит, первые две главы, насколько я помню, мы как раз опубликовали в этом сборнике, мы уже ее как-то обрабатывали, но мне пришлось все заново набирать, вот какие-то вещи я по ходу смотрела, соглашалась, да, там где опечатки, ошибки, там где окритические значки, их пришло как бы все, что очевидно, да, я выносила, как говорится, без колебаний. Что касается каких-то вещей, которые вызывали какое-то недоумение и так далее, то они, соответственно, будут прокомментированы, да, что вот в тексте так-то, мы предлагаем такую-то версию или оставить прежнюю, вот здесь как бы надо посмотреть, да. Вот работы, которые, я извиняюсь, немножко вернусь, две статьи, которые бы я рекомендовала, помимо работы Владимира Кирилловича, на которые я ссылалась в самом начале, это вот статья Дубянского и статья Степанянца, да, вот они наиболее такие, ну, не то что приятны для чтения, они очень искренне, ну, то есть очень приятно их читать, они такие теплые, и образ Всеволода Сергеевича, он как бы оживает. Вот мне, как человеку незнакомому с ним, и вообще как бы мало вообще, что могу сказать, кроме своих личных каких-то впечатлений от его текстов. В этом смысле, конечно, я очень благодарна тому, тем людям, которые написали это, и я могу как-то вот, ну, как бы познать какие-то личные черты, узнать человека поближе. Вот проблемные аспекты рукописи которых, да, это, во-первых, авторская правка, которую я сказала и, собственно говоря, показала, да, но в качестве примера, да, мы можем сказать, что вот даже мы берем первую шлоку Пхагавадгиты, да, вот как она опубликована у него, да, и как она, например, представлена в одном из зданий, да, на санскрите, там, «Гармакшетры, Курукшетры, сама дэта, юют, совах, мамаках там падавай таралевали», потом «Ким Акурвата Санджея», вот «Ким Акурвата» у него написано отдельно. В этом тексте как бы… То есть какие-то вещи у него… То есть надо сверять с каким-то текстом Пхагавадгиты, да, и чтобы это была какая-то унифицированная, скажем так, унифицированный текст, потому что у него, у самого, в дальнейшем там идёт санскритский текст, и какие-то вещи были разделены, и идёт такая лигатура снизу, как бы такая скобочка, да, которая показывает, что их надо соединять, да, вот эти вещи тоже как бы надо такие детали посмотреть, но они как бы не принципиальны, сам текст уже закончен, он как бы это полный перевод, и он уже как бы состоявшийся, и тут просто чисто техническая какая-то работа. Вот, соответственно, вот вступительная статья автора перевода, она под вопросом, и вероятнее всего, если будет издаваться, это будет просто воспроизводство, опять же, его работы Абхагавадгити, вот, ну и разного рода технический вопрос, ну и, естественно, предпримечание редактора, его вступительная статья о ГИТА Бхаши в целом, и, возможно, мы попросим, либо сами будем писать уже статью более глубокую о наследии Семенцова, вот, и вот в таком, как бы ключе мы планируем завершить работу, но текст уже в электронном виде практически готов, и если вдруг будет желание помочь, или если РНРФФИ откажет нам в финансировании этого труда, в любом случае, для себя я решила, значит, я это буду делать за свой счет, либо, как бы, вот, используя, может быть, метод Марциса Юрьевича, да, то есть, как бы, для любителей, тех, кто хочет получить свой экземпляр, я еще не продумала, как бы этот вариант, я надеюсь, что, как говорится, все будет удачно, и мы, как бы, сделаем это через официальные, как бы, круги, скажем так, да, то есть, это не придется ни самостоятельно, ни как-то всем миром, что называется, вот, но в любом случае, вот то, о чем я хотела рассказать сегодня, поделиться с вами, и, соответственно, если есть какие-то вопросы по рукописи, по другим каким-то вопросам, я готова ответить. Да, пожалуйста, Татьяна Викторовна. Огромное спасибо, потому что, вот, любой, любой факт компетентного обращения к архивному, фактически, наследию, тем более, вот, рано ушедшего нашего современника, это вызывает, конечно, самое теплое чувство и очень большое уважение, потому что Семенцов внес значительный вклад, разумеется, в эндологию 20-го века, вот, российскую, и его труды были очень популярны именно ввиду того, тех моментов положительных, которые вы совершенно адекватно вот отметили в вашем докладе, то есть это ясность изложения, своя концепция, то есть это, конечно, в общем-то, были настольные книги преподавателя, и вот, то есть широкой категории людей, которые называются любители культуры Востока, да, оно тоже весьма неоднородно, поэтому сам факт обращения и попытки провести это дело, довести до издания, это вызывает, я повторяю, просто очень теплую симпатию, и у меня с этим есть вопрос, вот эта рукопись, вот замечательно, что вы показали, вот именно ее оригинал, со значительной авторской правкой, так вот как она попала туда, уже после его кончины, или он сам в таком виде ее туда занял, что маловероятно, вот именно вот история рукописи, насколько я поняла, как бы из источников и, собственно, разговоров с директором, она была, он лично ее принес, и они планировали ее выпустить в ближайшее время, но опять задержалась на 30 лет, то есть это его рукопись, но, правда, я не знаю, были слухи, потому что он сам не хотел публиковать эту рукопись, какие-то вот орелы каких-то мистических, мистических, скажем так, вот не знаю, как табу, или не знаю, как это сказать, прохибишенс, никаких предписаний не делать этого, он как бы существовал, и когда она когда мне предложили забрать эту рукопись, у меня действительно было немного не по себе, потому что мне не хотелось, зная волю Сергеевича, во всех случаях, со слов, скажем так, коллег, может быть, это не... То есть мне не хотелось с этим связываться, потому что, конечно же, воля человека, сделавшего этот труд, она как бы священна, но вот как-то я, мне сказали, что когда она либо потеряется, либо мы переезжаем, и здесь как бы вопросов как бы не стоит, пришлось ее брать, но я для себя как-то этот вопрос решила уже со своим духовником. Спасибо. То есть никаких документов о том, что она могла быть опубликована в таком виде, что все-таки проблематично, нет. Здесь есть загадка, потому что технически полагал ли он, что издательство сможет само это все набирать. Здесь есть вопрос. Издательство, сейчас минутку, издательство, конечно, не могло бы это набрать, или только специалист может как бы исправить, но в большей степени еще останавливало многие авторские права, которые перешли в очереди, которые, кстати, связались, и, соответственно, она только за, чтобы для того, чтобы публиковать эту рукопись, да, и вот как бы даже мы как-то наунили, она мне звонила по поводу какого-то издательства, чтобы там публиковать, ну, какое-то там, я не знаю, я не запомнила название этого издательства, оно специализируется в какой-то доступной литературе, вот, потом это как-то все осело, и, кстати, Лола, вот, она набирала несколько глав последних, ну, как говорится, когда я уже была, как говорится, на, уже в исходе, как говорится, она мне помогала, несколько глав, вот, то есть она заинтересована, здесь, понимаете, тут такой момент, конечно, он нравственный, прежде всего, да, если человек не хотел публиковать текст, а мы его публикуем, конечно, мы можем сказать, да, это будет не надо, тогда давайте сжигать рукописи, пусть они валяются, теряются, и там, соответственно, говорится, и весь этот колоссальный труд, это большой, 633 страницы, это достаточно много, да, пусть даже это текст, скажем так, не такой прям, там, зубодробильный, да, в философском смысле, но он достойный, это классика, да, он должен быть опубликован, это первое, и здесь я просто взяла на себя ответственность, уже как специалист, да, уже как бы какие-то свои нравственные, я не знаю, как это назвать, вещи, мне пришлось как бы перешагнуть, в том плане, что, во-первых, мы же не знаем, по каким причинам, но я, во всяком случае, не знаю, да, я не могу судить, может быть, это действительно болезнь, так сказалось, может быть, там чисто, скажем так, вот, вопросы веры, да, то есть человек верующий, известный, Сергей Сергеевич был православный человек, верующий, и именно поэтому, собственно, я и обратилась к священнику, как бы, вот с такой дилеммой, на тот случай, что если там действительно какой-то там, я не знаю, может быть, запрет должен быть, да, то тогда я не буду этим заниматься, но такого не последовало, то есть мне как бы четко сказали, что научные вещи, это как бы надо решать в рамках науки, а не в рамках каких-то, то есть я хочу сказать, что если его выбор был не публиковать, то как нравственный субъект, субъект нравственного выбора, он его сделал, да, а другое дело, что рукопись сейчас уже, как бы, она существует, получается, сама по себе, и научная общественность, это бы ее, как бы, она теперь стоит перед выбором, и мир выбор ученых, как ученых, эту рукопись публиковать. Большое спасибо. Я хотел сказать, Розенна Владимировна, что если возникнут какие-либо сложности, я готов оказать подписка и содействие, в том числе... Я хочу сама попросить о помощи. Я надеюсь, что это сделано. Просто потому, что мне опять же в связи с этим интересно, почему именно эта гита вам близка, ну то есть этих переводов, сколько у нас переводов на русский язык? Во-первых, потому что я занимаюсь Роману Джей давно, и, собственно, благодаря Севу Сергеевичу я и занимаюсь этим, как бы, Роману Джей, не только, конечно, ему, но, как бы, интерес был пробужден его работой, и я занялась на третьем курсе уже в Вишишто-Двайте. И давно, как бы, этим занимаюсь, Роману Джей. И, конечно, когда я читала работу, мне было странно, что Семенцов именно Роману Джей приводит в качестве, как бы, там, главного такого, скажем так, комментатора. Ну, вот так получилось, да. Я, как бы, когда зашла в издательство, да, вот Наташа не даст мне соврать, она вот здесь, как бы, слушает нас, да. У нас было исключительно посмотреть там какую-то главу, какой-то стих, да, и было ощущение, что Светлана Михайловна страшно обрадовалась, когда увидела нас, как говорится, с этими благими намерениями, и тут же нам эту рукопись, как говорится, вручила, сказала, что... Светлана Михайловна рассказывала, что была очень рада, что пристроила рукопись. Да, да, да. Ну, вот Виктория Георгиевна мне часто намекала, но я еще раз говорю, что в этом смысле я не считала себя, во-первых, недостаточно компетентной, чтобы этим заниматься, то есть я только защитилась, занималась. Рузанна, я очень рада, что вы все-таки это сделали, и я была как бы рецензентом в рукописи. По этому поводу я скажу еще, если вы позволите, я открою вам тайну, почему. Да, я с большим удовольствием конкурировала. А, да, да. Почему? Ну, собственно, я была тоже ученицей с Элой Сергеевичей и дружила с его женой, которая, к сожалению, тоже умерла с детьми. Вот. И ходили вот эти вот слухи про то, что он не велел, не велел, значит, публиковать эту рукопись. И мне было очень интересно, в чем же, собственно, причина. Я выяснила, что он об этом говорил своему другу, который сейчас... Леон, Леон, Леон... Ну, в общем, он работал в Институте Востоковедения, а сейчас он живет в Риге. Вот. И удалось у него выяснить, что же сказал ему Федор Сергеевич. Леон Стайванс. Да, Леон Стайванс. Вот. Что же он ему сказал? Он сказал, ну, вот, как православный человек, что православная церковь — это моя жена, а Индия — это любовница. И я изменял своей жене с любовницей. Вот. И вот под этой измены как раз и есть эта рукопись. Вот по какой причине. Вот. И извините, конечно, меня, люди, так сказать, верующие, но мне показалось, что как причина это недостаточно серьезно. И мы обсудили с Вадимом Кирилловичем тоже эту ситуацию. Вот. И в результате решили, что мы все-таки нарушим волю Всевосердейца и не дадим пропасть его замечательному труду. Ну, здесь я вот скажу, что, во сколько я эту рукопись всю буквально пропустила через свои руки, то есть каждый листочек со мной, как говорится, побывал в руках и достаточно пока набирала, да? Так вот, я не заметила там следы любовной связи. Это научный текст. Он хороший. Нет, конечно, научный текст. Да. Речь идет о другом плане, как вы понимаете. Ну, то есть вот... Вообще занятия Индии, чем они были для Всевосердейца. Да, но здесь я хочу сказать, что в научном смысле, да, бывает, ты читаешь тексты людей, которые принадлежат уже этой традиции, да, и ты видишь, что там вот такая симпатия, там еще вот как бы любовь, как говорится, к этому всему, обход, как говорится, научными, каким-то вещам, то здесь этого нет. Это текст очень... Потому что он был академический ученый. Да, да, я не думаю, что здесь какие-то должны быть как бы огрехи какие-то. Нет. Кузана, вот что у меня вызвало как бы недоумение, когда я смотрела эту рукопись, ваша манера передавать диакритику каким-то архаическим способом, вот это уже неприлично. С этим надо что-то делать. С этим мы сделаем. Да, вот, Марцов, я думаю, что вы поможете, потому что издавать в 21 веке вот эти вот дикие совершенно знаки, я понимаю, это можно было, когда еще машинки существовали. На это никто не рассчитывал, да, эти знаки, они вышли, как бы, а какую рукопись вы смотрели? Вы имеете в виду Семенцова рукопись? Да, да. У него вручную проставлены местами. Я понимаю, нет, я смотрела рукопись вашего издания Семенцова. Мне прислали ПДФ. А, ну так, извините, при пересылке, если у вас не было того шрифта, которым я пользовалась, вполне возможно, что просто слетело. Такое часто... Нет, нет, там были вот эти знаки Киота, Киота, кажется, да? Поскольку я давно публикуюсь, у меня есть, может быть, они устаревшие, эти шрифты, но они... Вы использовали нормальные шрифты? Безусловно. Я бы сделал отдельное доклад и послание вообще про санскритские шрифты, потому что, я вас уверяю, я вижу эти проблемы в каждом докладе, что-то у кого-то слетает. На самом деле, даже если там слетело, это всё можно легко поправить. Предисловие, предисловие, какое-то необходимо. Безусловно. Безусловно, да, там предисловие, как бы, ну, то есть, естественно, оно будет и есть, как говорится, уже идеи, как его оформить. Меня беспокоит другое, то, что я не нашла ссылки, во всяком случае, надо будет посмотреть ещё раз это предисловие, которое я отвезла в издательство, то есть, я отвезла только предисловие, оставив сам перевод, ссылки на то, с какого издания сделан перевод. То есть, я вот то, что у меня есть, санскритский текст, гид Абхаши Романуджи, да, вот, вот, единственное, вот, с ним можно сверять, но он какого года, он сейчас, я скажу, то есть, там, несколько, может быть, редакций каких-то, да, то есть, надо посмотреть именно его издание какое-то, найти ссылки или как-то вот, может быть, иметь несколько версий различных, как бы, изданий гиды в целом, да, гид Абхаши, и тогда мы могли бы как-то уже путём сверки какие-то вещи, может быть, решать. А так, конечно, это потрясающий подвиг, я всё ждала, когда вы защититесь, и возникла слабая надежда, что всё-таки после этого вы уже сможете... Ну, я думаю, что это благодаря Наталье, мне просто было стыдно перед ней не брать эту рукопись, на самом деле, я бы немножко была, немножко боялась, как говорится, у меня такое, действительно было очень такое выработанное табу, что нельзя трогать, как говорится, не хотел в человека, и вот не надо туда влазить, но просто пришлось. Вот молодое поколение следующих, выше что, адвайтологов, я надеюсь, они будут продолжать. Шива-Санту-Ша-Санту-Шта Саргадир-Хе-Tуришвара Шиво-Витанутам-Шевам США Levitgo Han Шива-Санту-Ша-Санту-Шта Шива-Санту-Ша-Санту-Штеном Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok